Итак, как же гаражный стартап стал самой ценной компанией в мире? Компании Apple удалось это сделать, продав в прошлом году 93 миллиона айфонов и 40 миллионов айпадов. И единственная причина, по которой они не могут продавать больше, состоит в том, что они не успевают производить их с достаточными темпами. В связи с таким сумасшедшим спросом возникли неудобные вопросы о том, как Apple с этим спросом справляется и как обращаются с людьми, которые производят эти устройства. Пару недель назад компания пригласила меня стать свидетелем первого в истории стороннего аудита, прошедшего на территории ее крупнейшего поставщика, компании Foxconn. Кстати, наш владелец компании Disney имеет очень тесные связи с Apple. Наш президент включен в Совет директоров Apple, а Стив Джобс являлся крупнейшим акционером Disney. Но невзирая на это, я настоял на том, что буду рассказывать все, что увижу. И поэтому я приглашаю вас на первую экскурсию в i-завод. Мы прибыли на рассвете. Это что здесь вход? Даже не представляет, чего нам ожидать. Но нам очень хотелось побывать в том загадочном месте, где производятся гаджеты, которые заполняют наши жизни. Нас встретил топ-менеджер Foxconn, который отказался подтверждать, что во всех этих зданиях создаются сверхсекретные разработки для таких компаний, как Intel, Nintendo, Dell и многих других. Но Apple позволила мне посмотреть на то, как создаются самые популярные в мире произведения дизайна, которые смогли превратить гаражный стартап в более дорогую компанию, чем Exxon, и в бренд, который любят намного больше, чем все остальные. Мне сказали, что это первый раз, когда журналисту из какой-либо страны позволили все это увидеть. На меня надевали антистатические накидки и герметичные костюмы. После чего я несколько раз пошел через воздушный душ, поскольку даже минимальная частица пыли сможет разрушить весь процесс. Существует одно очевидное объяснение для секретности, которую Apple хранила все эти годы. Если мир увидит эту толпу, то это могло бы изменить настроение людей в этой толпе. В отличие от других продуктов, запуск на рынок сексуальных гаджетов от Apple всегда является культурным событием. И этот культ берет свое начало от мистического ореола, который умело культивировал Стив Джобс. Он просто потрясающий, и мне хотелось бы, чтобы вы его потрогали своими руками. И увидели своими глазами. И я попал в число миллионов тех, кто купился на эту идею. О том, что это не просто полезные приборы, а настоящее произведение искусства. Тщательно упакованные в белые коробки и с любовью продающиеся в магазинах, напоминающих музеи. Не знаю как вы, но когда я узнаю, откуда на мой стол попадает вкуснейший бифштекс, вкусовые ощущения меняются. И сколько всего этапов производства? 142. 142 этапа. Но теперь пришло время думать иначе об Apple. Потому что, смотрите, вот так производятся ваши айфоны. А вот те люди, кто их делает. Меня зовут Билл. Рад познакомиться. Первым делом меня поразило, что все они очень молоды. Конечно, им было не 13 лет, как рассказывали в услышанных мной ужастиках, а 17, 18, не более 30 лет. Я знаю, что многие приехали из бедных деревень в надежде зарабатывать 2 доллара в час. И по их прическам было видно, что тинейджеров здесь большинство. Я ожидал увидеть тотальную автоматизацию, полностью компьютерную сборку. Но, к моему удивлению, элегантные девайсы, которые восхищают и вдохновляют многих из нас, в основном собираются руками. Потом еще одними руками. Потом еще одними. Взгляните, это модуль камеры для айпада. Только посмотрите, какой он крошечный. И знаете что? Всего за две смены в течение одних суток они могут производить 300 тысяч таких штук. Как мне сказали, для сборки одного айпада требуется примерно 5 дней и 325 пар рук. И необработанные блоки алюминия превращаются в тонкие корпусы с надкусанными яблочками со скоростью 10 тысяч штук в час. На конце этой линии я встретил 27-летнюю Сянь Линь, которая каждую смену вырезает яблочки на 3000 корпусов. Что вы думаете о своей работе? Я очень часто чувствую усталость. Сказала мне, это мать двоих детей. Мне часто хочется отдохнуть. Команды обычно монотонным голосом озвучивают супервайзеры. Но на этой линии разговаривают машины. При этом люди работают смолча и бесконечно повторяют эти монотонные движения. До наступления обеда они услышат этот голос еще тысячи раз. За 12-часовую рабочую смену они могут рассчитывать на два часовых перерыва, когда они дружно маршируют в огромную столовую, где им предлагается мясо и рис за 70 центов. Если поесть удается быстро, то можно немножко вздремнуть, чтобы не заснуть на рабочем месте. Стоп-менеджер Foxconn говорит мне, что это не усталость, а традиционный в Китае послеобеденный сон. Так, и здесь вы проживаете. И давно вы здесь работаете и живете? От работы в 12 часов, многие возвращаются в комнаты общежитий, которые они делят с семью другими рабочими. Здесь есть интернет-кафе, футбольное поле и даже класс английского языка, а также других предметов. Но большинство приехало сюда работать, оставив свои семьи, потому что там, где они живут, хорошую работу найти очень сложно. Если вы побываете на заводе Foxconn в китайском Шэньчжэне, вы не сможете не заметить сетки. А когда вы уедете, вы не сможете их забыть. Они препятствуют тому, чтобы люди, производящие продукты Apple, Dell или Nintendo, совершали самоубийство, прыгая с крыши заводов. И топ-менеджер Foxconn признал, что если бы не было этих сеток и была угроза самоубийств среди рабочих, мы бы сегодня не смогли заглянуть в i-завод. Антисуицидальные сетки появились здесь весной 2010 года, когда в течение трех месяцев 9 сотрудников Foxconn выбросились из окон и разбились. За последние годы 18 работников Foxconn либо покончили жизнь самоубийством, либо предприняли попытки суицида. А если учесть размеры компаний, то количество суицидов Foxconn на самом деле намного ниже среднего показателя по Китаю. Одна из причин, по словам топ-менеджера Льюиса Рью, состоит в том, что Apple и Foxconn потребовалось несколько месяцев и несколько суицидов, чтобы наконец-то начать принимать какие-то меры. Сначала мы узнали всего о нескольких самоубийствах, а потом мы заметили, что это стало массовым явлением. После шестого случая мы уже забили тревогу. Он сказал, что Тим Кук, который в то время был вторым лицом в Apple, прилетел в Шэньчжэн и собрал команду психологов, которые и посоветовали натянуть эти сетки, чтобы отчаявшиеся души хорошо подумали, прежде чем прыгать. Foxconn также пообещал повысить зарплаты и открыл этот центр психологической поддержки. Как вы думаете, почему так много самоубийств случилось за один раз? Существует много причин, говорит мне психолог Йен Чэньхи, и некоторые из них, конечно, связаны с управлением. Но во многом это связано и с психологическим настроем молодых рабочих мигрантов, которые приезжают из сельских районов. Зачастую им бывает очень сложно найти здесь друзей. Но внимание всего мира привлекли не только самоубийства. Взрыв на заводе Foxconn в Чэньду. В прошлом году невыветренная алюминиевая пыль привела к двум взрывам на заводе по производству айпадов. Погибло 4 человека, травмировано 77. В стране есть одна организация по защите прав рабочих, которая заявляет, что предупреждала вас о легко воспламеняемой пыли еще до взрывов. Это правда? Сожалеете ли вы о том, что не смогли сделать больше и действовать более оперативно? Вы знаете, если бы у нас была возможность сделать больше и действовать более эффективно, чтобы избежать взрыва, то, конечно, мы бы все это сделали. Нас шокировала эта ситуация. Эппл очень и очень серьезно относится к условиям труда. И мы делаем это уже очень давно. Эппл неоднократно отказала мне в интервью нового главы компании Тима Кука. Поэтому процитируем его выступление на конференции инвесторов Goldman Sachs, состоявшейся на прошлой неделе. Мы ни в коем случае не должны пренебрегать безопасностью. И сегодня, активнее, чем когда-либо, они пытаются доказать это миру. До этого года Эппл никогда не разглашала имена своих поставщиков. В прошлом году она почти удвоила количество аудитов на заводах поставщиков, а несколько месяцев назад компания согласилась вступить в ассоциацию справедливого труда. И мы стали свидетелями момента начала крупнейшего внешнего аудита в истории Фокскон. Итак, этот визит не является сюрпризом. Они были предупреждены. Да. А как вы знаете, что они не будут пытаться вас обмануть, если они готовы к вашему приезду? А я уверен, что они попытаются нас обмануть. И это нормально. Но в соответствии с нашим методом, мы будем брать интервью у большого количества людей. И через пару дней любой обман обязательно вскроется. Стоит напомнить, что Эппл является лишь одним из многих клиентов Фокскон. И многим из них удалось избежать недавней лавины негативной реакции в прессе. Как отмечает один из аудиторов FLA, самые крупные и заметные бренды часто принимают на себя удар за всю отрасль. Так почему же именно сейчас? Мы называем это момент Найки в данной отрасли. В 90-х годах такой момент наступил для компании Найки, которая столкнулась с очень негативной реакцией в прессе. Но на их предприятиях ситуация была не самая плохая, так же, как и в случае с Эппл. Просто весь огонь критики они приняли на себя. Прочитав удручающие заголовки газет по Фокскон за последние годы, вы наверняка спросите, а кто вообще захочет там работать? Но из нашего эксклюзивного репортажа можно понять, что Китай исповедует совершенно иные ценности, связанные с трудоустройством. Утро понедельника в кадровом центре Фокскон. И с раннего утра здесь выстроилась очередь из 3000 молодых китайцев, страстно желающих работать на крупнейшего поставщика Эппл. Почему вы хотите работать здесь? Я знаю, что здесь тяжелая работа, говорит этот 18-летний молодой человек, но мне хочется набраться опыта. Я спросил одну девушку, не слышала ли она о печально известных самоубийствах на Фокскон. Это пугает вас, беспокоит? Я думаю, что к самой компании это мало относится, сказала она. Они терпеливо ждут в очереди, в надежде поработать за зарплату 1,78$ в час. Если они не будут перерабатывать 47 часов в месяц, китайское правительство будет считать их слишком бедными, чтобы возвращать налоги. Но кажется, что эту толпу такие вопросы не волнуют. Желание работать пересиливает дисциплину. Здесь становится страшно. И игнорируя полицейские свистки, они прорываются к воротам, чтобы провести свои ID-картой по считывающему устройству. Услышав одобрительный сигнал, они проходят. Владельцы фальшивых удостоверений убираются во своясе. Спрос на айфоны и другую электронику настолько велик, что сегодня Фокскон примет на работу 80% этих людей. Хорошая новость для тех, кто всю ночь добирался сюда на автобусе и готов поселиться здесь. После трех дней занятий, которые Фокскон называет «тимбилдинг», новобранцы усаживаются за производственный конвейер. И здесь вы живете. И многие из них заплатят 17,5$, чтобы поселиться в этом общежитии вместе с семью-незнакомцами. Чтобы ощутить, насколько это отличается от их дома, мы посетили деревню, располагающуюся в пригороде промышленного города Чэнь-Ду, где целая семья может проживать в такой комнате. А это ваше отопление? Понятно. Хотя они слышали про Фокскон, они еще никогда не видели айпада. Вот это вот производят на Фокскон. Называется айпад. И по их словам, когда молодые люди стали работать на заводе, их жизнь стала лучше. То есть вы стали лучше питаться, у вас появилась более хорошая одежда, и жить стало лучше. Да, говорят они, все стало лучше. А пока вернемся на завод Apple в Шэнь-Джене, где продолжается аудит Ассоциации Справедливого Труда. Они активно воздействуют на персонал. Apple заплатила 250 000 долларов за вступление в эту ассоциацию, а также Apple заплатила за этот аудит, заставив критиков волноваться о конфликте интересов. Но Орет Ван Хэдден из FLA настаивает, что когда они опубликуют свой отчет, любой обман всплывет на поверхность. Зачем конкретно вы наблюдаете? За поведением? За какими-то физическими характеристиками? Зачем? Я наблюдаю за тем, как они смотрят на нас. Потому что мы люди со стороны, и мы априори должны вызывать какой-то интерес. То есть мы являемся объектами естественного любопытства. И я проверяю, проявляется ли каким-либо образом это любопытство. На многих предприятиях я видел, что никто не поднимал голову. И это было свидетельством того, что эти люди очень запуганы. Меня зовут Билл. Раз уж Apple разрешила нам обращаться к любому человеку на линии, мы так и сделали. О чем вы думаете, когда вы целый день делаете одно и то же? Мы встречались с людьми на территории завода и за его пределами. Вы переехали сюда ради этой работы? Под запись и не под запись. Вы можете отвечать честно. И очень быстро нам стало очевидно, что американец со съемочной группой большого доверия не внушает. Если бы вы могли что-нибудь изменить в своей работе, что бы вы изменили? Но многие люди, включая Дзен Хувуа, без проблем рассказали мне, что общежития слишком тесные, деревья не пропускают солнечный свет, а еда слишком дорогая. Такие жалобы можно услышать на любом заводе или в кампусе университета. И несмотря на удвоение заработной платы после суицидов, многие до сих пор жалуются на низкую оплату труда. Но в Китае, кроме жалоб, они больше ничего не смогут сделать. Сегодня здесь есть ни одного профсоюза, работающего по американским стандартам. Но ЮСВ признает, что в следующем году они могут появиться. И это будет большой новостью. Потому что в январе, когда 150 сотрудников Foxconn, не связанных с Apple, предъявляли требования, они забрались на крышу завода и пригрозили прыгнуть вниз. Так что же случилось? В первую очередь я скажу, что это не связано с заработной платой. Это была часть переговорного процесса. И я очень счастлив, что все удалось разрешить. То есть вы достигли какого-то коллективного компромисса, правильно? Да, совершенно верно. А если когда-нибудь к вам придет Apple и скажет, ну знаете, у нас дела идут отлично, деньги есть, и мы хотим каждому, кто прикасается к iPad, удвоить зарплату, вы бы смогли это сделать? А почему нет? Это было бы очень хорошо для сотрудников. Это было бы определенно очень хорошо для Китая. И это было бы хорошо для всех нас. Потому что у нас было бы больше постоянных работников, которые были бы просто счастливы работать в компании. Ведь они получали бы здесь намного больше, чем в других местах. Китая. 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 Китая.